Привет, с вами Сойер. Мы продолжаем разговор про математику, моделирование и варианты, и как это все применять в программировании. И сегодня я хочу показать практический пример того, как можно применить эти идеи на примере корзины товаров. То есть такая вещь, которая есть в любом интернет-магазине. Я сделал это видео исходя из просьб, которые были в комментариях, потому что действительно один раз увидеть, наверное, лучше, чем сто раз услышать. И также я хочу сказать, что в реальной жизни математическое моделирование и варианты я применял, например, при финтех-мониторинге, когда мы делали формы, отчетные формы, содержащие большие-большие портянки отчетов. И нам нужно делать было межформенную сверку, чтобы доказать, что код, который генерирует эти формы, работает корректно, и формы формируются корректно. И вот там мы использовали очень похожие методы тому, что я буду показывать сейчас. Поэтому это не какая-то совершенно неприменимая теория. Кроме этого, несмотря на то, что без математических методов можно писать код, математические методы всегда вносят дополнительную ясность в программу, им помогают определить и границы, и инварианты, и даже тесты писать. Поэтому если вы умеете математически моделировать ваши задачи, это очень хорошо. В целом, под математическим моделированием понимается возможность преображать вашу задачу к каким-то формулам или математическим конструкциям, относительно которых мы можем применять математический аппарат. И вот в данном конкретном случае, в корзине товаров, это будет выглядеть следующим образом. Сразу скажу, видео будет два. В первом видео я рассмотрю теоретическую часть, а во втором покажу, как модель переносится в код. Так вот, второе видео выйдет только в том случае, если под первым видео соберется 300 комментариев и 3000 лайков. Да, я знаю, что клянчить лайки нехорошо, но иначе YouTube не продвигает мои видео, а мне очень хочется в топчик. Поэтому, ребята, ставим лайки, пишем комментарии для того, чтобы вышло второе видео. В этом же видео сделаем вот что. Давайте определим, что мы подразумеваем под корзиной товаров. Представим ее как некую корзину, куда можно, с одной стороны, положить товар, и это делает пользователь. С другой стороны, удалить, если передумал покупать. Ну, или перейти на форму оплаты, сделать чекаут. Кроме этого, товар может быть уцененным, то есть быть со скидкой. И ко всей корзине можно применить скидку в виде промокода. И, кстати, здесь частое требование, что суммировать скидки нельзя. То есть уцененный товар идет без промокода. И очень часто на практике именно в этой части возникают проблемы, когда решение без математической модели, без вот учета этого требования, вперед и складываются скидки. В итоге можно получить такую скидку, что товар окажется либо бесплатным, либо еще вам окажутся должны. Поэтому математическое моделирование даже вот в таком простом примере не самая бесполезная вещь. Ну, конечно, это не математическая модель, то, что мы видим. Это просто иллюстрация идеи. Математическая модель практически везде, где речь идет о финансах, это итоговая стоимость. Ну, то есть в данном случае нам нужно получить итоговую стоимость, которую пользователь должен оплатить. Поэтому наша математическая модель сводится к простой формуле. Назовем ее Total. И она состоит из суммы всех стоимостей товаров, которые у нас есть в корзине. Но, так как у нас есть скидки, то к каждому товару еще применяется скидка. Так назовем это, потому что у каждого товара могут быть свои скидки. И, соответственно, все эти скидки применяются. Да, это дискаунт. Житый, да? То есть что получается? У нас есть и та стоимость этого товара. У нас есть скидки, которые предназначены для этого товара. И я сделал не зря здесь сумму, потому что, несмотря на то, что у нас есть на данном этапе требования не суммировать скидки, бывает так, что различные сложные стратегии и накопление баллов или еще что-то такое в итоге в будущем добавляют новые функциональные, где надо несколько скидок суммировать. Поэтому здесь мы сразу закладываем возможность суммирования нескольких скидок. И контроль того, что сейчас эта скидка не будет суммироваться с промокодом, будет возложен на инварианты. И здесь еще тоже важная деталь, что эта формула, в принципе, сразу позволяет нам определиться со структурой данных, что мы сделаем далее. В принципе, это основная формула и вся модель математическая сводится к обработке этой формулы. Давайте теперь немножко посмотрим на то, как нам это все обработать. Значит, мы должны определить, давайте я еще вот здесь все-таки определю инварианты, пока мы видим эту формулу. То есть первое, у нас инвариант заключается в том, что n должно быть каким-то целым числом меньше какого-то значения. Почему? Потому что, в принципе, с позиции математики мы можем сказать, что товаров в корзине может быть бесконечно. Но с позиции реализации, с позиции пределов, лимитов нашего решения мы не можем так сказать. Поэтому мы должны ограничить какое-то количество товаров в корзине. И это позволит нам рассчитать все граничные значения, связанные с производительностью, связанные с памятью и так далее. Естественно, это значение должно быть подобрано таким образом, чтобы это было удобно и пользователь не страдал от этого. 5 я взял здесь просто так. На самом деле, конечно, товаров должно быть больше. Окей. Второй момент. Мы здесь не учли, что товаров может быть несколько. Поэтому в данном решении, если нам нужно купить несколько одинаковых товаров, их нужно добавить в корзину несколько раз. Мы бы могли усложнить эту формулу и добавить сюда еще количество товаров. Ну, как вы понимаете, она бы все росла и росла. И в реальной жизни так и происходит. То есть в формулу добавляются постоянно какие-то значения, и она становится все больше. Второй момент. Для всех товаров, которые у нас есть, должно выполняться условие, что количество скидок должно быть меньше равно одной. Либо у нас вообще не должно быть товаров. То есть на начальном этапе, когда у нас еще корзина не заполнена, товаров просто нет. Тогда это условие будет выполняться. То есть для всех товаров либо скидок не больше одной, и вот этот как раз вариант, ограничивающий наши условия, либо пустое множество товаров. И промокод, количество промокодов должно быть тоже меньше, меньше равно одного. Я здесь вольно использую математические обозначения. То есть здесь как бы вот эти палочки, это мощность множества обозначает. Ну, в данном случае я имею в виду количество. Количество промокодов должно быть меньше, равно одного. Ну, или можно было бы сказать 0 или 1. Наверное, так было бы правильнее. Окей, исходя из этого, мы можем в принципе уже определиться со структурами данных. И здесь смотрите, что вам интересно. У нас есть структура данных товара, где понятно, что у него должно быть имя, но нас оно пока не интересует, мы его не указываем. Но у него точно должно быть значение C, это цена, которое должно быть числом. И у него точно должно быть значение D, дискаунт, которое должно быть массивом. Чисел, да, то есть их может быть несколько. То есть таким образом мы указали структуру для товара, которая для нас имеет значение. То есть это сумма плюс скидки. Ну, количество скидок, соответственно, мощность этого массива должна быть не больше одного. То есть там должна быть только одна скидка, и это у нас закреплено инвариантом. Ну и промо-код это просто строка, которую мы можем переопределять сколько угодно раз. То есть мы уже сделали выводы относительно тех структур данных, которые у нас есть. И это уже хорошо. То есть с этого момента мы можем переходить уже к непосредственно алгоритмической части, как это все должно быть организовано в программе, чтобы все действия были инвариантны. И мы, соответственно, отключаем лишнее. Вот это мы сейчас поднимем. Повышим. Вот. Что мы делаем дальше? Ну, дальше все как было в видео про инварианты. У нас есть некое начальное состояние. n равно нулю. Соответственно, товаров нет. Промо не определен. Промо не определен. Соответственно, ну вот здесь мы тоже можем для промо указать еще неопределенное состояние, чтобы явно сказать, что неопределенное состояние тоже есть. То есть он либо должен быть 0, либо 1. Если мы задали и удалили промо, их может быть 0, либо пустое множество. То есть вот инвариант у нас выполняется. Идем дальше. Дальше мы определяем, какие действия может совершить пользователь. Это может быть добавить в корзину, удалить, назначить промо, да. Ну и ограничимся. В принципе, можно было бы еще удалить промо, но вот нам, в принципе, на этом этапе для анализа хватит вот этих трех действий. Причем пользователь на самом деле может выполнить их многократно и в любом порядке. И для этого нам нужно доказать, что каждое отдельное действие инвариантно и может быть выполнено в любом порядке. Дальше. После того, как он добавил все товары, он должен сделать Apply Promo и сделать все расчеты Checkout. Вот эта часть, это и есть Checkout, да, то есть что мы предусмотрели. То есть он нажимает просто Checkout, оформить заказ. У него автоматически применяется промо-код и он уходит на форму оплаты. То есть вот такой простой алгоритм. И все, что нам нужно здесь сделать, показать, что каждое действие вот из этих вот инвариантно. А вот это действие у нас выполняется реализацией формулы, которая у нас есть. Как показать? Ну, далее мы определяем каждое действие и говорим, что у нас в случае с Ad. Ad добавляет товары в корзину. Следовательно, так как у нас есть две ситуации, когда n меньше 5, здесь делается пуш товара в корзину. И вторая ситуация, когда n больше равно 5, тогда ничего не делается. Очевидно, что это инвариантное действие и это можно показать. Когда я говорю показать, я имею ввиду, что можно не доказывая, не используя доказательства по индукции от противного, показать, что это действие для n меньше 5 выполняется и для n больше 5 не выполняется. С точки зрения доказательства я не уверен, что всегда, если мы что-то покажем, что это является доказательством. Но тем не менее, здесь очевидно, что для n меньше 5 мы добавляем в корзину товары, для n больше 5 мы ничего не делаем. И в общем-то это говорит о том, как нам реализовать на практике эту функцию. Дальше относительно действия remove. Здесь тоже есть два момента. Первое, мы должны удалить id и товар, но только в том случае, если id принадлежит товарам. Извиняю, что не хватило места. То есть, если id принадлежит товарам удалить, если не принадлежит, в противном случае, не буду здесь переписывать, ничего не делаем. Тоже достаточно простая операция. И вы понимаете, что на самом деле это операции, которые, можно сказать, операции со множествами. Именно поэтому мне нравится правило 1-0 много, когда мы, в общем-то, практически все операции определяем с операциями над множествами. С позиции множеств практически все можно объяснить. Окей. Далее. Насчет промо. Насчет промо все достаточно просто. Промо у нас определяет просто промо-код в соответствии с введенным значением. То есть, это инвариантно, потому что, если мы вводим новый промо-код, он просто перезаписывается. Так как это строка, то сколько раз мы не будем перезаписывать промо, промо-код в конечном итоге останется последним. То есть, это действие инвариантно. Окей. Ну и последнее действие, это apply promo. Давайте попробуем так это все сдвинуть. И вот здесь я его напишу. Apply promo. Здесь, собственно, есть тоже два варианта действий. Первое, это когда количество скидок равно нулю. Тогда мы делаем, соответственно, применение скидки. То есть, добавляем в D скидку соответствующей промо-кода. И есть ситуация, когда D больше нуля. Тогда мы ничего не делаем. То есть, это тоже инвариантное действие. Если у нас уже есть какой-то один промо-код, мы его добавляем. Если нет промо-кода, мы ничего не делаем. То есть, как видите, все инварианты определены только с позиции определены, не определены, определены, не определены. То есть, если у нас выполняется какое-то условие, по сути это if, добавляем. Если нет, то не добавляем. Тоже инвариантное абсолютно действие. И, по сути, check-out это реализация той формулы, которую мы сделали. Таким образом, вот описание этой модели говорит нам о том, как мы должны реализовать наши функции, какие структуры данных у нас должны быть, какая у нас итоговая формула должна быть расчета. Мы показываем, что эти действия инвариантные могут быть повторены многократно. И, соответственно, уже на основе этой модели мы можем реализовать форму, корзину товаров. И, соответственно, сделать это все инвариантно. И, соответственно, учесть, что скидки у нас не будут дублироваться, что они будут только использоваться один раз. И вот, собственно, на этом наша математическая модель заканчивается. В реальной жизни она была бы, конечно, сложнее, инвариантов было бы больше. Показывать, что все действия инвариантные потребовалось больше времени. Вот, например, в данной ситуации мы не учли, что промокод не может быть использован повторно. В нашем случае промокод может один и тот же промокод использоваться сколько угодно раз. В реальной жизни мы бы тоже это должны были учесть. То есть, внести множество использованных промокодов или доступных промокодов. Там тоже определить операции. Тоже инвариантно все это сделать. То есть, это было бы сложнее. Но в конечном итоге эта модель бы просто усложнялась, но не изменялась ее основополагающая часть. Вот так выглядит моделирование. Вот так на практике делаются обоснования расчетной части различных финансовых инструментов. Например, межформенной сверки. Ну и если вам интересно посмотреть, как это все перенесется в код, как это будет выглядеть. И там же можно будет сделать тестирование. Пишите комментарии, ставьте лайки. На этом у меня все. Спасибо, что слушали. С вами был Sawyer. До свидания.